МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней встречи русские князья-охранители святого православия. Святозарский Алексей Константинович кандидат богословия, профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной Академии. Понятно, что речь пойдет о роли государства в распространении христианства, в помощи, которую государство оказывало церкви, особенно в начальный период, о котором у нас идет речь, распространение христианства в пределах нашего будущего Отечества. Христианство у нас вводилось сверху. Это истинно непреложное. Христианство у нас распространялось параллельно с укреплением основ государственности. Это уже наша русская специфика. У нас не было какой-то базы достаточной, по крайней мере, у нас нет для этого достаточных оснований. И вот воспринимая это византийское наследие, воспринимая общехристианское наследие, конечно, Русь становилась на совершенно иную ступень развития. Негативные моменты вот этого введения христианства сверху, не без справедливости, хотя не без определенного идеализма, отмечает Евгений Всегнеевич Голубинский. Мы, кажется, с этим с вами сталкивались, где он говорит о том, что вот надо было бы князю Владимиру народ сначала просветить, общество подготовить, а потом уже крестить и здесь вот какие-то утверждать начала христианские в своем государстве. Но, к сожалению, мы не имеем возможности спросить Евгения Всегнеевича, чтобы он нам привел хотя бы один пример из мировой истории, когда бы все происходило вот так вот идеально. А христианство распространялось у нас мирным путем. Мы говорили о том, что проповедь звучала на понятном языке, то, что принятие новой веры открывало двери совершенно новую цивилизацию, куда Русь очень быстро входит на равных правах и даже на правах весьма и весьма уважаемой державы. Это очень краткий период, мы, наверное, о нем поговорим. Это уже время Ярослава Мудрого, сына Владимира. Ну, а пока о том, что, собственно говоря, делало государство, что предпринимало в лице, конечно, прежде всего, князей, правителей того времени для распространения и укрепления христианской веры в народе. Здесь есть несколько моментов, на которые можно как-то разделить вот всю эту деятельность. Это проповедь христианства, это организация церковной структуры, это один момент, причем некоторые князья и очень часто лично участвуют в миссионерстве, в чем мы с вами можем убедиться на конкретных примерах, обязательно убедимся. Это, конечно, храмовое строительство, наиболее наглядное, что сильнее всего влияет на людей, непричастных к письменной культуре. То, что вот видится непосредственно, это храм, это богослужение, поучительное в своей основе и весьма и весьма наглядное, особенно в проявлениях, скажем так, церковного искусства. Еще какие моменты. Это содействие христианскому просвещению народа, создание определенных условий благоприятных для того, чтобы духовенство, книжные люди могли эту деятельность беспрепятственно с помощью государства осуществлять. Это внесение начал христианской нравственности в общественную жизнь. Мы об этом с вами говорили и путем законодательства, и путем вхождения церкви. Церковь входит с помощью государства. Государство самоограничивается, а церковь входит в частную жизнь, входит в дома, входит в семьи. И, в общем, достаточно интимные ситуации. Мы с вами это уже знаем. Итак, проповедь нового учения. Проповедь нового учения начинает сам князь Владимир. Это Киев. Возможно, Новгород. Мы знаем, что не так все здесь однозначно с точки зрения упоминаний в источниках. Это, возможно, Ростов Великий и еще целый ряд русских земель. Князь сам инициирует низвержение идолов, сам обращается с призывом к крещению, если не проповедует в полной мере. Антон Иванович Карташов считает, что удобным механизмом для совершения проповеди могли стать обычные осенние полюдия. Это сбор дани нового урожая, который обычно совершал князь непосредственно и мог вполне это использовать для каких-то своих проповеднических начинаний. Это просвещение Волынской земли. Есть такое твердое убеждение, не так это все по письменным источникам просматривается, но предание связывает, что Волынь просвещал сам князь Владимир, город Владимир Волынский. Правда, ему же приписывают, но, наверное, без достаточных оснований, основание города Владимира на Клязьме, где вот тоже он проповедовал в Ростово-Суздальской земле. Так что предание связывает с ним несколько таких вот территорий. Если не сам, то через посредников Добрыня, близкий человек. Если не посредники, то сыновья. Сыновья, которые посажены на княжение в городах, в Тмутаракане, Владимире Волынском, в Древлянской земле, в Турове, Полоцке, Смоленске, Пскове. Вообще проповедь, которая начинается с центрального главного города Руси, идет по городам. И, соответственно, мы говорили, из города идет в село, в сельскую местность, потому что окрестные жители подчиняются решениям городского вечера. За четверть века княжения князя Владимира христианство было проповедано во всех концах русской земли, о чем свидетельствуют современники, ну пусть в несколько такой метафорической, поэтической форме, но тем не менее для современников это было совершенно ясно. Вот возьмем, например, свидетельство митрополита Илариона. Это современник Ярослава Мудрого, очень яркий человек, потрясающий писатель. Он восклицает так, что труба апостольская, гром евангельский огласили все города, и вся земля наша в одно время стала славить Христа. О том, как осуществлялась проповедь благоверными князьями, давайте мы рассмотрим вот этот момент на примере одного из княжеств, одной из русских земель. Это земля Муромская, где христианство распространялось так же нелегко, как в соседней ростовской земле. Изначально в Ростове княжил святой Борис, в последствии князь Старостокерпец, в Муроме святой Глеб, оба они недолго пребывали в своих уделах, затем их настигла страдальческая, мученическая кончина. И вот, если в Ростове нашлись делатели, которые стали обращать жителей, там, несколько поколений, мы видим, миссионеров, трудилось, то в Муроме ну, дело как-то совсем застопорилось до времени княжения благоверного князя Константина. Этот князь испросил себе в удел Муромскую землю именно потому, что в ней до сих пор давлело над всем язычество, христианство, хотя и было когда-то проповедано, но не укоренилось, не было распространено, жители не принимали новой христовой веры. И вот Константин Святославич просит своего отца Святослава Всеволодовича, это XII век, в удел себе город Муром, отправляется туда со своими сыновьями, с женой со своей Ириной, с сыновьями Михаилом и Федором, с боярами, с дружиной и прям как по евангельской притче посылает сына своего Михаила, которого язычники убивают. И в страхе, что князь будет им мстить, они затворились в городе, князь Константин Святославич берет Муром в осаду, в конце концов, жители вынуждены были принять его на княжение, но с условием, они держались очень крепко, с тем условием, чтобы он не принуждал их к новой вере. Князь на первых порах и не принуждает, поскольку определенный договор был заключен, он строит храмы, опять же, для того, чтобы наглядно явить людям христианскую веру, служение Богу по христианскому закону и обычаю. Он строит храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, где хоронит тело своего сына, опять же, пострадавшего за Христа, вот мы говорим, огнем и мечом, да, вот они факты, вот еще один мученик за Христа, и храм в честь святых благоверных князей и страстотепцев Бориса и Глеба, первых русских святых, самых почитаемых в этот период. Молится, горячо молится об обращении жителей, убеждает их, более того, но идет на такое средство, ну уж очень ему хочется, чтобы люди познали истинного Бога, разного рода льготы дает новокрещенным, периодически этот прием у нас применялся, но по счастью не был главенствующим, когда вот какая-то некая дополнительная мотивация была в принятии христианством, здесь всегда возможно разного рода непонимание и злоупотребление. Что же касается язычников, они начинают тяготиться вот этим активным князем-миссионерам и собираются его убить, составляют заговор для того, чтобы предать его смерти, и вот в тот самый момент, когда они уже готовы на явное убийство, князь выходит к ним с иконой Божией Матери в руках и происходит ну некое сверхъестественное событие, происходит чудо, на язычников нападает страх от вида князя с образом Пресвятой Богородицы и они просят крещения. Они сдаются, князь велит им прийти на Аку, и здесь совершается крещение жителей Мурома. Еще один момент, помимо личной проповеди, это храмостроительство. Первый храм князь Владимир ставит на том месте, где стоял идол Перуна, ставит в честь своего небесного покровителя, напомним, что князь Владимир во святом крещении Василий. Первоначально храм этот деревянный, затем, возможно, он был построен в камне, но в камне точно была построена Десятинная церковь, которая играла роль главного храма, настоятелем ее был тот самый Анастас Корсунянин, который помог князю Владимиру при осаде Корсуни или Херсонеса. Храм строят греческие мастера, строят его на протяжении семи лет, освящение храма, совершается в 996 году, он богато украшен, там и мозаики, и росписи, и мраморные колонны, церковь преображения Господня в Василеве, в резиденции князя Владимира. Чудесное спасение во время нападения врагов. Князь Владимир укрылся под мостом, враги напали неожиданно, он боялся за свою жизнь печенеги, с которыми справился только его сын Ярослав Мудрый, окончательно положивший конец печенежским набегам на Руси. Вот чудесно избавившийся от смерти неминуемый князь Владимир строит храм. Это первая обыденная и первая обетная церковь на Руси. Обыденная, построенная обыдень, в один день впоследствии эти храмы будут строиться в дни каких-то бедствий, во время неурожая, засухи. За один день храм надо было построить и успеть отслужить в нем первую службу. Тогда это было возможно при навыках, при устойчивой традиции деревянного строительства. И первая обетная по обещанию вероятно в тот момент, когда он переживал страх смертный, князь Владимир дает Богу обещание воздвигнуть храм. Упоминается также храм в честь святых Бориса и Глеба в Выжгороде, еще одна княжеская резиденция, где были положены тела страстотерпцев в 15 и 1019 год приписывают князю Владимиру и основание еще нескольких храмов. Его сыновья Мстислав строит церковь в честь Пресвятой Богородицы после одержанной им около 1022 года победы над Касошским, черкесским князем Редедий, которого, как мы помним из слова о полку Игореве, он зареза предполки Касошскими победил в единоборстве, поединок решил исход сражения. В благодарность за это князь возводит храм в честь Пресвятой Богородицы, затем, переселившись в Чернигов, он закладывает и начинает строительство храма, который в Чернигове стоит и по сей день. Это Спасо-Преображенский собор, который, по всей видимости, после Мстислава, после его кончины достраивал его племянник Святослав. Ярослав Мудрый, конечно же, храм Святой Софии, София Киевская, удивительным образом сохранившаяся через все столетия, через все потрясения и нашествия врагов, церковь, воздвигнутая в честь победы, вот той самой победы Ярослава Мудрого, которая положила конец Печенежским набегам и нашествиям. Это 1036 год, прямо на месте поля битвы. Таким образом закладывается традиция храма воинского мемориала в благодарность Богу о победе и в память о погибших. Он же строит церковь Благовещения над золотыми вратами Киева. При Ярославе город расширяет свои границы и до сих пор есть такое историческое понятие в Киеве город Владимира, город Ярослава, окруженный когда-то стеной, земляным валом, стеной и воротами. Золотые ворота над ними храм Благовещения. Кроме того, в честь небесных покровителей, своего небесного покровителя, великомученика Георгия и святой мученицы Ирины строятся два небольших храма, при которых монастыри. В Георгиевской церкви в домонгольский период обычно совершалось настолование епископов, которые затем отправлялись в свои епархии. Софийский собор в Новгороде строит Владимир Ярославич, он освящен в 1052 году епископом Лукой Жидятой. А что касается каких-то иных способов проповеди Христовой, ну, самый наглядный, наверное, это явить пример, и самый трудный. Князь детям христианское воспитание приобщает их христианской книжной культуре. Мы совершенно точно знаем, что Ярослав, Изъяслав, а также Мстислав и Борис были обучены грамоте. В момент убийства князя Бориса, когда подосланные святополком окаянным убийцы подкрались к шатру, князь в это время совершает утреннюю. Он образованный, человек, владеющий письменностью, владеющий литературно-богослужебным языком, более того, не теоретически, не просто читающий книги, но осуществляющий и литургически вот какие-то свои воспринятые им при воспитании навыки. То есть, он держит суточный круг, как это было принято у благочестивых людей, вот сам читает утренню таким вот мирянским чином и на этом моменте его и застали подосланные святополком окаянным убийцей. Ярослав читает книги день и ночь, собирает людей, знающих, осуществляющих перевод, открывает первую публичную библиотеку при Киево-Софийском соборе. В 1030 году основывается им училище в Новгороде, где обучается 300 человек детей. Относительно училища в Киеве можно сказать, что это не просто училище элементарной грамотности, это попытка создать элиту, образованную элиту общества, поскольку забирают у нарочитых людей чадей, то есть детей у людей знатных, у людей как раз и составляющих верхушку тогдашнего общества, с тем, чтобы научить их не просто грамоте, но каким-то видимо большим навыкам. К сожалению, в нашей истории вот дальше этих начинаний дело не пошло. Древняя Русь не знала ни университетов, ни каких-то вот таких известных монастырских школ, за небольшим, пожалуй, исключением. Не знала регулярного образования, но всегда знала грамотных и образованных людей, книжных, начитанных. В этом немалая заслуга наших князей, которые с самого начала ведения у нас христианства уделяли этому очень большое внимание. Князь Владимир делает все возможное для того, чтобы веру Христову проповедовать среди людей, едва познавших Бога. Митрополит Иларион отмечает этот момент в своей похвале князю Владимиру. Народ новокрещенный, народ требующий какой-то поддержки. Вот со стороны князя великое множество инициатив, в числе которых, это уже отмечаем мы с вами, ограничение собственной власти. То, о чем мы с вами уже говорили, имели повод об этом говорить, это законодательство новое, светское законодательство, касающееся церковных моментов церковной жизни и расширения юрисдикции церковного суда. Князь Владимир принимает участие в делах церковного управления и затем этому примеру следуют все русские князья. И наши летописи даже фиксируют реалии того времени постави князь епископа. Напомним, что каждый князь хочет, чтобы у него была полновесная церковная структура на территории его княжества. Обязательно нужен епископ. Если его нет, об этом хлопочут, этого добиваются, как было в случае с учреждением Смоленской епархии в середине 12 века. Понятно, что этот самый епископ, он должен быть князю близок, потому что это второй человек в княжестве, с кем князь советуется. Это тоже очень интересный момент. И здесь тоже наши князья себя ограничивают. Ограничивают, потому что опять же делегируют часть своих прав епископу, с которым советуются о делах важных. Вот отсюда вот это поставит князь епископа. Ну, что поделать, таковы были реалии времени. Без согласия князя нельзя переместить епископа, без согласия князя нельзя открыть мощи святых. Вот был такой случай, когда необходимо было перенести мощи святых, благоверных князей, страстотерпцев Бориса и Глеба. Вот один князь святополк не дает на это согласие, Владимир Мономах сразу соглашается, за что его и восхваляют наши летописцы. При церкви существует право участия в делах гражданских, общественных. При церкви есть целый штат, целая такая страта социальная людей, которые от церкви зависят. Это очень важно, и мы об этом будем подробнее говорить. Этим же людям оказывает покровительство государственная власть. Это те, кто временно или навсегда утратил свой прежний социальный статус. Кроме того, важнейший момент, важнейший момент, князья готовы слушать представителей церкви в очень острых ситуациях. В очень острых ситуациях речь идет об особенностях устройства государственного устройства Руси, ведь очень скоро начинается период феодальной раздробленности. И вот миротворческую миссию князья принимают. Это такие яркие примеры, скажем, 1096 год, это набеги половцев, княжеские усобицы, и вот князья святопол киевский Владимир Мономах позвали черниговского князя Олега в Киев, чтобы с ним установить договор, выступить против поганых, забыть усобицы, но говорят они об этом перед мужами отец наших, то есть перед старейшинами, перед боярами, перед близкими им людьми, но и перед епископами, игуменами и попами, то есть представителями духовенства. Таким образом, духовенство принимает на себя вот эту вот тоже, опять же, предоставленную им функцию быть своего рода гарантами. И вот эти случаи заключения перемирий, даже когда справедливый гнев идут князья наказать за ослепление Василька Теребовльского, ужасный совершенно случай, небывалый до этого на Руси, их уговаривает митрополит Николай месть свою отложить, и они его слушаются. Это очень важный момент, князья таким образом создают своего рода идеал государственного служения, включающий в себя своего рода княжескую аскезу, которая наиболее ярко проявляется в жизни князя Владимира Мономаха. Достаточно прочитать его поучение к детям, которые пишет он на санях сидя, то есть уже перед самой кончиной, когда люди обычно о своей жизни говорят достаточно трезвенно и объективно. И вот на пороге смерти он рассказывает о воинских походах. Это, конечно, не аскеза монаха, а аскеза правителя, воина, охотника, который постоянно себя тренирует, но не забывает при этом молитву, творит в дороге молитву Господи помилуй, то есть Иисусову молитву, лучшую о всех, как он говорит. Сегодня мы говорили о роли благоверных князей, в насаждении основ христианства, начало христианства в нашем Отечестве, среди наших предков, говорили о роли государства. Впереди у нас темы связаны и с историей епархий, и с историей нашей древнерусской метрополии. Ну, а сегодня мы прощаемся. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok